На Олимпиаде в Пекине прошли первые хоккейные матчи. В сборной России победила команда Швейцарии. Матч получился непростым, напряженным. Все-таки это первая игра для обеих команд на этом турнире. И понимаем, что спортсмены находятся в непростых условиях. Двое форварда в сборной России только вчера прилетели на Олимпийские игры. Поэтому я думаю, что команде нужно будет как раз этот групповой этап, первые три матча, чтобы найти какую-то сыгранность. Потому что одно дело тренироваться, другое дело, когда ты играешь с таким накалом борьбы, как на Олимпиаде, когда у тебя смотрят миллионы болельщиков. Поэтому я думаю, что это совсем другая история. Я уже посмотрел первые отлики по этому матчу. И уже есть такие мнения. Стоит ли называть Россию фаворитом на этом турнире? А, конечно, я думаю, стоит. Потому что все-таки в отсутствии звезд НХЛ, я думаю, что Россия очень такой сильный состав. Конечно, по составу можно долго дискутировать. Но я думаю, что у тренерского штаба были все какие-то идеи, свои мысли, свой тактический план. Поэтому команда будет играть и на удержание счета, и, наверное, все-таки можно было пригласить других форвардов из КХЛ. Об этом, опять же, можно долго дискутировать. Можете, опять же, писать в свои комментарии, кого не хватает в составе сборной России на этой Олимпиаде. Но с швейцарцами матч получился напряженным. Посмотрим, как будет здание. Я думаю, здание можно будет обыграть с более крупным счетом. Но и потом будут матчи с более сильными соперниками. Сборная Германии, опять же, очень сильный состав отправила в Пекин. Сборная Германии завтра с Канадой играет. Я думаю, что Германия в этом матче тоже фаворит. И я не исключаю, опять же, что где-то Германия, Россия могут встретиться в решающей стадии. И швейцарцы, в принципе, тоже, если сыграются. И вратарь в них сегодня очень сильно играл, и вратарь в сборной России сегодня хорошо играл. Я думаю, что все-таки в этом плане мы еще увидим. Ну, насчет сюрпризов не знаю, потому что мне кажется, что фавориты... Понятно, что сильные сборные Чехии, Швеции, Финляндии. Но, опять же, без звезд НХЛ, мне кажется, что у сборной России шансы довольно высокие, как минимум, выйти в финал.